В конце февраля горожане, имеющие право на социальное жилье, получили ордера на квартиры в Молодолинском общежитии. Постепенно жильцы начали в него заселяться. Как и любой новый жилой дом, общежитие должно войти в режим эксплуатации. Возникающие в процессе вопросы решаются в рабочем порядке. Это обычная практика. На самом деле, пока дом не заработает в постоянном, перманентном режиме, есть определенные сложности. Не следует паниковать этим людям, которые там проживают и которые в будущем будут совладельцами и, возможно, создадут свое общество совладельцев многоквартирных домов. А пока это дом, который принадлежит Совету. И который баланс содержателей пока Горано, но сейчас идет процесс передачи от Горано баланс содержателю управления жилищно-коммунального хозяйства. Имеются определенные там вещи, которые необходимо устранить. В июне месяце было принято решение сессии по передаче дома с баланса Горано на баланс ГУЖКХ и, соответственно, на баланс теплоэнерго и на баланс Ильичевского водоканала, поскольку этот объект строился как единое целое. Но сейчас нужно устанавливать коммерческие учеты, нужно делать акты разграничения баланса содержания. Начиная с июня месяца мы собирали здесь неоднократно у меня в кабинете все заинтересованные лица, чтобы разрулить и решить все эти проблемы. Значит, на сегодняшний день акт приема передачи передан Горано с теми замечаниями, которые имеются, и УКСУ, и будет подписан уже будущим баланс содержателем, которым будет управление жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на то, что вот эти вопросы как бы в процессе разрешения дом содержится, эксплуатируется, жители могут видеть, и сегодня там на доме снимаются показания электросчетчиков, и видеть и работников водоканала, и работников теплоэнерго. Я думаю, что люди имели возможность и меня там неоднократно видеть на этом доме, потому что были определенные сложности, замечания, они еще существуют. Безусловно, мы будем их устранять, и все те, не хочется сказать недоделки, но те, выявленные уже в процессе эксплуатации дома, все это будет устранено. Вопрос только времени. Никто этих людей не кинул на призволящее, как принято говорить. Этим домом мы занимаемся практически ежедневно. Эксплуатация с июня месяца ведется уже балансодержателями, и до настоящего времени, в принципе, она проводилась как бы за счет предприятия. Договора заключены и на воду. Вот сегодня я только уточняла в водоканале, из 58 квартир, 46 квартир заключены индивидуальные договора на поставку воды. На поставку услуг по содержанию домов и при домовой территории тоже договора за исключением 4 или 6 квартир заключены. Есть определенные моменты по тарифу образования и по учету, допустим, на водоснабжение, потому что мы в сентябре месяце повышали тариф. Я думаю, что не будет проблем, будет приказ по предприятию, и до сентября месяца будет взыскана оплата за воду по предыдущему тарифу, а с сентября месяца уже по вновь принятому тарифу. Это касается электроэнергии. Там счета были выставлены в соответствии с тарифом, который взимается с предприятия, поскольку учет был на Горано. Но эти вопросы сейчас пересматриваются и, безусловно, будут предоставлены документы для оплаты по тарифу для населения. Есть вопросы по инженерной защите здания. Они будут решаться. Эта вода, которая сейчас, атмосферные осадки скапливаются на цокольных этажах, будет выполнен дренаж. Безусловно, это дополнительные затраты, но это придется сделать, потому что мы видим то, что мы видим в настоящий момент. А все эти небольшие замечания, которые население видит, может быть, непосредственно в квартирах или что-то где-то с сетями, в процессе эксплуатации это бывает, и это будет устраняться, эти все недоделки. Были там некоторые моменты по пожарной сигнализации, по пожаротушению, но подрядчик устранил часть замечаний и будет заключен договор на эксплуатацию системы оповещения, системы пожаротушения уже с эксплуатационником, то есть с управлением жилищно-коммунального хозяйства. И по договору, и, соответственно, договор будет платный, вся эта система будет обслуживаться. Сейчас, как я уже сказала, ведется разделение в соответствии с актом сетей, то есть балансодержателем котельной и тепловых трасс будет Черноморск теплоэнерго, балансодержателем насосной и водопровод-канализация будет Черноморский водоканал, что, собственно говоря, уже эти акты подписаны. Но, вот, скажем, только на прошлой неделе было переключение школы, она работала на выгребе в эту канализацию, которая была построена в Малой долине, именно с этой целью водоотведения от общежития, построенного на 58 квартир, и от школы. Я присутствовала и на этой насосной, которая размещена в Малой долине, там у нас были некоторые мероприятия, которые тоже все это требуют, наладки, но как при любой эксплуатации, все в работающем состоянии. Молодолинское общежитие и его жители не останутся без внимания городских властей. В текущем порядке вопросы, связанные с эксплуатацией нового дома, будут урегулированы.